Великой Отечественной войне Как только не называли афганскую войну в западных СМИ, тайная, необъявленная, захватническая, даже наши депутаты на Втором съезде Верховного Совета умудрились принять в 1989 году постановление, назвавшее ее несправедливой. Наши ребята, солдаты и офицеры, выполняли священный воинский приказ по защите рубежей своей Родины на дальних подступах к ее границам, так же, как это делает сейчас наша армия в Сирии. Я помню слова одного из советских замминистров иностранных дел в выступлении в Дипакадемии после решения руководства страны о вводе советских подразделений в ДРА. Империалистам нужно иногда давать по морде. Он-то знал, откуда идет финансирование не только оппозиции, но и тех шакалов-наемников, которые сделали Афганистан полигоном для отработки боевых террористических действий и создания каналов наркотрафика. Афганские бои прошли более полумиллиона советских военнослужащих. Почти сто из них за проявленное мужество и героизм стали героями. Сотни тысяч получили ордена и медали. Не вернулись живыми на Родину 15 тысяч. Более 50 тысяч остались инвалидами. Эту войну мы не называем победной. Но одна из главных ее задач была выполнена точно. Предотвращена реальная угроза нашей Родине извне. Сегодня мы возобновляем работу созданного при содействии главного хранилища памяти о воинском долге России, Музее Победы, клуба авторской военной песни «Ветер Победы». Авторская песня была на войне в Афганистане сродни и боевому полковому знамени, и походному армейскому костру, согревающему в холодных горных ночах солдатские души, верящие в свое ратное дело. Эти самодельные, в кавычках, песни, созданные по горячим следам солдатской лямки, от природы талантливыми военными людьми, звучат до сих пор ярче задолбавших нас блатника и бестолковой попсы, не знающих или позабывших слова «Родина», «Долг», «Честь», «Бескорыстное мужество». Песни и стихи нашего клуба «Ветер Победы» постараются сохранить их людям нашего Отечества. Сегодня афганские кадры, аккорды и строки. Виноватую улыбку ты не прячь военкомат. Говорят, была ошибка девять лет тому назад, там, где звезды над крестами золотым обведены. Кто-то с сонными бровями двинул в сторону войны, и рванулись батальоны. От речей навеселе, по нерусской, прокаленной, ненавидящей земле. Золотая чья-то рыбка, чей-то звездный календарь. Уж какая там ошибка, коль обещана медаль. Камнепады, как метели, снегопады и дожди. На груди не крест нательный, только тельник на груди. Только рев аэродромов, только марши да дела. Командарм, товарищ Громов и генсек на Джебула. Девять лет носили стойко, груз приказов и гробов. А в России перестройка аппаратов и штабов. Реагировали гибко, это что, мол, за война? И кивнули, да, ошибка. Ведь ошибка не вина. Парня у Джалабада отыскала письмецо. А над парнем, как лампада, друга белое лицо. Станет липко, станет зыбко, вот чем дом и уракит. Мама, это не ошибка. Я действительно убит.